По первому вопросу о подготовке и проведении единого национального тестирования выпускников 11 классов выступила руководитель отдела образования Нуржамал Макомова. Самый главный вопрос о такема города. Если будет 85, значит работа действительно была проведена качественно. Затем были заслушаны полпреды ЕИТИ, где будет проходить тестирование, вопросы подвоза, охраны, безопасности. Вторая тема тоже педагогов – организация отдыха, оздоровления и занятости детей на каникулах. За счет средств фонда «Сеобача» в заживных лагерях 375 детей и социально незащищенных своих семей 7600 учащихся в пришкольных лагерях, в том числе за счет средств фонда «Сеобача» в 1039 учащихся из малого обеспеченных и неблагополучных. За счет благотворительной помощи ТУО «Богатый Курмак» в заживном лагере «Корбогарщик» 200 детей-сирок и детей-старшихся без попечения родителей. Коммунальная сфера – животрепещущая тема, даже когда нет отопительного сезона. В коротком новостном сюжете нет возможности передать все аспекты доклада начальника УЖКХ из Басара-Серсимбаева. Когда устранят повреждения дня сегодняшнего? Вообще планируется устранение всех повреждений до начала проведения следующих испытаний. То есть до 15 июля все повреждения должны быть сняты и подготовлены оборудование к проведению новых испытаний на прочность к отопительному сезону. Нет, но до 15 июля вы не будете и население оставите без горячей воды? Нет, по испытаниям мы все дома запустим, которые повреждения были выявлены во время испытаний, мы дома запустим. Но у нас будет также проводиться капитальный ремонт, из-за которых возможно будет также население без горячего водоснабжения. Мы будем стараться минимизировать, чтобы население было в полном объеме без горячего водоснабжения. Руководитель города дал указание обязательно информировать население о всех коммунальных подвижках. Не бояться диалога с населением. Особенно сейчас, период ремонтных работ. Готовь сани летом. Это уже к Виктору Карловичу. Основные объемы ремонтных работ, в том числе реконструкционных, на нем практически стопроцентная замена поверхностей нагрева. Это экранная система, водяной эконавазер 100%, пароперегреватель 50%, воздухоподогреватель 75%, каркас котла порядка 70%. Очень серьезный объем работ. Срок окончания 15 июля. На сегодняшний день работы выполнены на 62%, отставание порядка 2%. С подрядчиком соответствующая работа проведена. Обещает до 1 июня устранить отставание и войти в график. Кайрат Тимиршотович предупредил. На предстоящей неделе посетим ТЭЦ. Разговор с суддочитой по рачительному расходу средств по программе Нурлужол. И уже после доклада руководителя отдела предпринимательства Нургабедена Бисимбаева. Новый был проведен ознакомительный объезд по сельскому региону. К сожалению, ваша информация там не подтверждается. Есть магазины, где хлеб готовят по 75 тенге, сахар по 250, по 270 тенге. Поэтому, когда такую информацию готовите, вы более реалистичную информацию готовите, потому что при сайте Акима города и при населении само, когда видите такую информацию искаженную, воспринимают это негативно. То есть нам надо лучше проводить работу, чтобы действительно сахар стоял 200 тенге, а хлеб не превышал 70 тенге. Естественно, полезный получился разговор. А оценка докладчикам их поставит время. И по ЭНТ, и по подготовке к отопительному сезону, и по устранению тех недочетов, о которых шла речь на заседании городского Акимата.